С начала лета в Каспийске в Джима-мечети имени Саида Афанди проходят бесплатные курсы для школьников по изучению основ религии. Около 1200 юных каспичан сейчас активно обучаются намазу, чтению Корана и узнают историю своих сподвижников. Отметим, что летняя школа открывается ежегодно с началом каникул. Это не только в этой мечети проходят уроки. У нас почти в каждой портальной мечети есть группы преподавателей, проходят уроки. И здесь тоже у нас в этом году, можно сказать, самое большое количество. 600 мальчиков, 500 чем-то детей. В общем, 1200 почти детей обучаются только в этой мечети. А общее количество по всему городу около 1787 детей насчитали мы, которые обучаются, считая мальчиков, девочек. Дети здесь занимаются ежедневно с 9 до 11 утра. Их разделяют на подгруппы в соответствии с их знаниями. И каждый из них прикрепляют учителям, которые обучают их важным основам вероисповедания. Самое главное для нас, это чтобы ребенок пришел первый раз, чтобы он обучился намазу. Если он уже второй год ходит, если он еще не обучился Корану, чтобы он обучился Корану, основам религии. И, конечно, естественно, в намаз входят омывение и составные части, в общем. Обучается это каждый год? Это да, это каждый год, с 1 июня начиная до конца, почти до конца августа. Стоит подчеркнуть, что детей здесь не только обучают, но ежедневно кормят легким завтраком. Кексы с горячим какао или классическим сливочным мороженым. После небольшой трапезы дети снова возвращаются к своим учебным местам. Юный Абдул-Кадыр со своим другом Артуром впервые посетили школу в этом году и уже достигли немалых результатов. Здесь я научился, например, арабскому алфавиту научился. Сейчас мы изучаем омывение. Омывение тоже знаю, как делают. Почти уже читать могу. Вы прям можете? Да. Мы уже проходим подготовку к чтению. А есть какие-то суры, которые ты заучил? Да. Какие имя? Алхам, Кулху, Атайят, Аят-Уль-Курси, все. Ну и про омывение были тоже суры. Здесь я узнал истории пророков, научился читать на арабском и научился, что делать при омывении, намаз. Ребята уверены, что даже после каникул будут продолжать учебу дома и совершенствовать свои знания и нрав. Заместитель председателя Совета имамов города Каспийска Мухаммад Абасов благодарит родителей за то, что они уделяют время и дают возможность привить религиозное воспитание детям. Хотел бы выразить благодарность нашим родителям, которые отправляют своих детей каждое лето в школу. Я хотел бы, чтобы вы призвали и остальных родителей, ваших соседей, чтобы в следующем году, чтобы они тоже отправили своих детей. И также за поддержку, которую они оказывают. Продолжение следует...